Суд в Москве признал вечеринку Насте Ивлеевой ЛГБТ-пропагандой. По российским законам это означает, что можно преследовать всех участников этого мероприятия. Саму Ивлееву проверяет налоговая служба, к ней в офисы пришли с обысками. На прямую связь с нами выходит наш корреспондент Евгения Котляр. Жень, здравствуй. Ивлеева публично извинилась второй раз, но неприятности, насколько мы видим, у нее не заканчиваются. Привет, Женя. Действительно, этой ночью Ивлеева опубликовала в своем Инстаграме 20-минутное видео с раскаянием и слезами. В нем Настя несколько раз обращается к своей аудитории, задаваясь вопросом, что же ей нужно сделать, чтобы вернуть их аудитории доверие. Я напомню, только в Инстаграме у Ивлеевой на двух аккаунтах больше 25 миллионов подписчиков. Сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. Мне очень жаль всех, кто попал под общую гребенку, кто... Мне очень жаль. Мне просто очень жаль. И все. Мне жаль. Искренне, честно, от всего сердца. То есть, происходят отмены, происходит расторжение. И чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за эту ответственность, очень сложно. Но вряд ли преследование главной инфлюенсерши России началось с ее фолловеров. Первыми полуголую вечеринку осудили пропагандисты, радикальные общественники, провоенные блогеры и одиозные депутаты Госдумы. А уже сегодня Ивлееву начали проверять налоговики. Федеральная налоговая служба России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. По статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», по которой Ивлееву срочно начали проверять после резонансной вечеринки, предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Помимо этого, вчера Хамомнический суд Москвы поступил иск к блогерше. Его авторы требуют с Ивлеевой 1 миллиард рублей компенсации морального вреда за вечеринку. 1 миллиард рублей – это 10 миллионов евро. И эти деньги, считают ИСЦИ, она должна перечислить в фонд поддержки участников вторжения в Украину. По информации издания «Фонтанка», МТС, ВК, ТНТ, НТВ и другие медиа заморозили контракты с Ивлеевой, Биланом, Лолитой и Киркоровым. Певица Лолита накануне рассказала, что у нее отменяются концерты и ее вырезают из эфиров. По информации медиа Ксении Собчак, Первый канал и ВГТРК вырезают из уже записанных голубых огоньков участников вечеринки Ивлеевой. Якобы соответствующие указания дали Константин Эрнст и Олег Добродеев. И есть ощущение, что это еще не полный пакет санкций от российского государства к артистам, которые пришли на закрытую вечеринку. Судя по постановлению суда по административному делу рэпера Васю, это тот самый парень, что пришел на эту вечеринку в одном носке. Голая вечеринка в московском клубе «Мутабор» была направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Так постановил Лефортовский суд Москвы. По информации провластного телеграм-канала Мэш, сегодня в офисах Ивлеевой идут обыски. Силовики ищут незадекларированную выручку с рекламы, соцсетей, курсов, продаж чипсов и газировки. Женя, спасибо тебе за эти подробности. На связи с нами была наш корреспондент Евгения Котляр. Ну а мы с вами продолжаем эту тему. Актеры, музыканты и другие знаменитости в России все чаще вынуждены идти на уступки властям, чтобы сохранить работу и доходы. Это произошло и после вот этой самой голой вечеринки Насти Ивлеевой. Сама блогер в начале российского вторжения в Украину говорила что-то похожее на осуждение войны. Сейчас просит прощения у России за то, что потеряла связь с аудиторией. Что еще говорят селебрити, чтобы помириться с российскими властями, смотрите в нашем материале. Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка. Периодически обнимаю новые вещи, которые ей приобрела. Чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище. Маме 79. Она после микроинсульта. Моя дочь плакала два дня и вчера сказала мне, мамочка, я не хочу умирать. Так Лолита говорила весной 22-го. Вскоре после этого певица, родом из Мукачева, вывезла мать и дочь из Украины сначала в Россию, а затем и в третью страну. После этого начала рассказывать о бандеровцах, которые якобы избили ее мать в Киеве за русский язык. Теперь певица утверждает, что готова взять на себя ответственность за участие в голой вечеринке и извиняется на камеру. Все та же весна 22-го. Настя Ивлеева призывает Россию остановить войну. Я призываю вас сделать второй раунд переговоров, завершающим военное действие. Я призываю вас договориться. Я призываю вас достигнуть всех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться. Пост, кстати, до сих пор в ее инстаграме. Хотя многие другие знаменитости, например, музыкант Роман Белык из группы «Звери», свои записи против войны и власти удалил и поехал петь военным в так называемой ДНР. Его знакомые утверждают, чтобы продолжить давать концерты в России. А Ивлеева про войну и политику, как и обещала, больше не говорит. И продолжает записывать извинения. Ведь ей грозят отмененные контракты и штраф в миллиард рублей. Это 10 миллионов евро. Я не знаю, что можно было бы сделать для того, чтобы как-то искупить свою вину или просто, чтобы наступил какой-то просвет, и людям этого было бы достаточно, чтобы хотя бы просто посмотреть на меня другими глазами. Продолжают извиняться и другие артисты, музыканты и прочие знаменитости. Кто за антивоенную позицию, кто за вечеринку в Мутоборе. Тренд на публичное покаяние пока что затронул только тех, кто живет и работает в России.